Добрый день! Вчера было немало интересных новостей. Я за неделю до послания президента разошел всем свои оценки, оценки нашей партии, научно-экспертного совета, под названием «Банкротство правительственного курса и политика обновленного социализма». Я уверен, что члены совбеза, губернаторы, руководители все с этим ознакомились, в том числе и министры. Для меня не было неожиданности то, что президент вчера пригласил правительство и отправил его в отставку. Два дня назад, выступая при открытии сессии, я особо подчеркнул о четырех рывках. Рывок с точки зрения вымирания страны, обнищания граждан, залезания в дикие долги и господство олигархии. Я еще раз хочу выразить наше неудовлетворение тем, что ведущие каналы все вычеркнули из моего выступления того, и оценки передаются своим шефам. Это недопустимо совершенно, ибо речь идет о принципиальной политике крупнейшей партии и блока государственно-патриотических сил. Мы настаивали на том, чтобы было сформировано правительство народного доверия. Мы подготовили программу «10 шагов в достойной жизни». Мы под эту программу сформулировали бюджет развития в 33 триллиона рублей. Мы заложили 12 законов, которые позволяют сформировать этот бюджет, ибо в стране 120 триллионов неиспользованных ресурсов. Олигархия жиреет, граждане нищают, производство тащает и разрушается. Нужна принципиально новая политика. Президент по многим статьям согласился. Отправил в отставку. Мы теперь должны выполнить вторую часть его послания, где он предложил баланс властей и ремонт конституции. Ремонт довольно основательный. Прежде всего, направлено на то, чтобы сформировать дееспособное правительство, повышают авторитеты партии и фракции Государственной Думы. Теперь в перспективе и премьеры, и его замы, и министры будут утвердаться в Государственной Думе. Это абсолютно правильное решение. Если бы в свое время такой порядок утверждения и рассмотрения в Федеральном собрании был для министра обороны Сердюкова, мы бы не дожили до того погрома, который он в течение шести лет учинял этот погром. Если бы мы внимательно утверждали и рассматривали предложения по ЕГЭ и реформе народного образования, у нас бы сегодня было образованное, грамотное поколение, а не эта паранойя, которая сегодня происходит в образовании нового поколения. Недавно показали сюжету Михалкова, когда опрашивают студентов МГУ, никто не знает, кто такой генерал Карбашов, две руки поднялось, но знают все, кто такой подлец, предатель, мерзавец, власов. Это приговор той системе, которая тогда была навязана в строительстве. Поэтому мы сегодня провели все необходимые консультации. Все раз встретились с Мишустиным, я его давно знаю, ознакомился с его программой взимания налогов, учета информационного обеспечения. Должен сказать, она одна из лучших в мире. Но это речь идет о том, как взять с вас налоги. А речь сегодня идет о том, как выстроить финансо-экономическую налоговую политику, которая позволяла бы гражданам эффективно трудиться, иметь достойную зарплату и пенсионное обеспечение. И все сделать для того, чтобы выполнить три главные установки президента. Войти в пятерку, одолеть бедность и остановить вымирание. Освоить новые технологии. Для этого нужны качественные иные кадры. Сегодня на встрече с нашей фракцией мы задали ему 12 вопросов. Он отвечал предельно откровенно, сжато, коротко, но ознакомился с позицией депутата. Наши депутаты представляют все регионы, имеют огромный опыт и знания для этого. Имеют свою личную позицию по всем проблемам. Договорились продолжить обстоятельства консультации, ознакомиться с опытом наших народных предприятий, познакомиться с тем, как трудятся и работают наши комитеты, и с пакетом инициатив, которые мы предложили в последнее время. Что касается реального голосования и наших приоритетов. Приоритет номер один у нас будет о сбережении народа. Вчера сформулирована президентом целая программа этих действий, но она недостаточна. Для того, чтобы рожали люди, надо изменить морально-политическую обстановку. А если по-прежнему граждане не будут видеть перспективы, если молодежь желает бежать из страны, если дипломники, которые окончили с красным дипломом, не имеют каждой второй работы по специальности, если вы не предлагаете ничего интересного в будущем, то в такой стране народ не рожает. Это известно давно. Поэтому надо будет вместе с финансо-экономическим курсом менять информационно-психологическую обстановку. А это заложено в нашем законе образования для всех и первое рабочее место. Заложено в поддержке народных предприятий, в оказании помощи тем, кто прежде всего нуждается в этом. А нуждаются дети войны. Сегодня мы ему подробно сказали, что три года назад, когда мы вносили этот закон, было 14 миллионов детей войны. Сейчас осталось 11. Нужно примерно 100 миллиардов. Эти деньги есть. Посмотрим, каким образом его правительство, и он отреагирует на эту для нас принципиально важную инициативу, потому что нельзя смотреть в глаза детям войны, у которых пенсия 7-9 тысяч в деревне и 12-14 в городе. Второй принципиальный вопрос, связанный с развитием производства и новейшими технологиями. У нас сегодня наука, образование и здравоохранение, эти три главные составляющие социального государства, брошены на самовыживание. Можно сколько угодно говорить о первичной медицине, но когда на эту медицину у регионов нет денег, они все в долгах, как в желках. Когда федеральный бюджет выделяет половину от того, что нужно, можно кого угодно сажать на эту строчку, если такое финансирование продолжится, все равно и дальше медицина будет разваливаться. Поэтому мы сегодня предложили рассмотреть, как удвоить ассигнование на социальную сферу. Сегодня мы задали прямо вопрос. Есть ключевые направления. Я о них в прошлый раз говорил. Это модернизация, новейшие технологии, цифровые технологии, сохранение экологии. К слову сказать, если посмотреть, как выполняются национальные проекты, они выполняются на четверть, на половину, вообще провалены с треском. Поэтому ему надо будет сидеть и определяться, с кем и какими средствами реализовывать эту программу. Пока таких ответов мы не можем услышать в силу того, что ему надо разбираться, согласовывать с президентом. Но мы предложили, учитывая, что президент уже сформировал команду, она в один часу начала работать по изменению Конституции, мы тоже в этом участвуем, попробовать уже в начальной стадии провести ту идею, которая заложена в изменениях Конституции. Начать консультации с фракциями, посмотреть кадровый состав, предложить под эту новую программу, программу возрождения страны, которая отталкивает от послания президента, и взять на себя обязательство вытащить страну уже в этом году на темпы выше мировых. На наш взгляд, это вполне возможно. Если отправной точкой будет опыт планирования, который заложен в Иркутской области, опыт кадровой подготовки и научного прорыва, который предлагает Локоть в Новосибирске и Клычкову в Орле, и опыт уникальных народных предприятий. Президент подписал нам в Сферосийский форум семинар по обобщению опыта народных предприятий. Мы пригласили его в Грудинину, в совхоз имени Ленина, в Казанкову, в Звениговской, в Мариэл, и в Сферосийский и Иркутской области. От отношения к этим вопросам будет зависеть и наше дальнейшее взаимодействие. Мы открыты для этой работы и будем энергично помогать реализации программы и, прежде всего, установок президента, войти в пятерку, одолеть бедность, остановить умирание и прорываться в новых технологиях. Пока на эти вопросы естественно Мишустин ответить не может. Он должен согласовать это с президентом, пройти и ввести консультации со всеми фракциями. Посмотрим, что он выскажет в два часа, хотя для проведения этой работы ему минимум нужна еще дополнительная неделя. Мы за последнее время не голосовали за Медведева, когда Путин ее представлял. Мы прямо высказали свою точку зрения по отношению к правительству. Мы не голосовали за правительство Путина, потому что считали, что оно продолжает финансо-экономическую политику, а-ля Гайдара Кудрина, и это потом подтвердилось. Наша фракция, обсудив ситуацию, приняла решение, учитывая, что наши требования отставки правительства и изменение Конституции в пользу повышения контроля над исполнительной властью законодателей выполнено. Мы воздержимся голосовать за и против, но посмотрим в ближайшее время, какую программу и какой состав команды предложит Мишустин и президент. Мы считаем, что в этих условиях наша фракция благоприятно отнесется ко всем инициативам, которые соответствуют нашим программным установкам и требованиям наших избирателей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин